Музыка Владелец автомобиля Freelander 2 может столкнуться с такой как бы не очень заметной проблемой как неработающий фиксатор рычага переключения коробки передач в данном случае автоматической коробки передач чем это грозит? вроде казалось бы такая неисправность ну не очень-то и заметна а может произойти следующее при каких-то обстоятельствах например при перевозе никбарит грузов либо перевозке детей, животных и так далее может произойти самопроизвольное переключение передач ладно если на нейтраль это допустимо но на ходу может произойти переключение на реверс а тем более на паркинг нам известно что неисправность кроется в данном случае внутри ручки переключения передач и производитель предлагает только ее замену но мы готовы вам показать как разобрать и что нужно сделать для того чтобы отремонтировать эту ручку за сущие копейки и так для этого нам необходимо эту ручку демонтировать попрошу покрупнее показать вот здесь вот под кожаным кожухом располагается пластиковый фиксатор вам нужно нащупать его двумя пальцами вот здесь и нажать на него и повернуть его по часовой стрелке примерно на 45 градусов это фиксатор который держит ручку на металлическом штыре дальше необходимо пальчиками приподнять пластиковую накладку вынимаем из климат-контроля и не очень сильными движениями вытаскиваем ручку из штыря отсоединяем разъем и вот эта вот часть у нас находится в руках теперь мы пойдем на стол и я покажу как эту ручку разобрать и что нужно поменять для того чтобы она стала рабочей снятая ручка у меня в руках и теперь нам предстоит ее разобрать и я покажу как необходимо значит вот этот фиксатор снять отодвинув его в бок в одну сторону и в другую и он в принципе без особого труда снимается мы сняли фиксатор и видим остатки поломанной пружины вот что от нее осталось и вот так вот выглядит ручка изнутри ну при такой поломке пружины производитель предлагает купить новую запчасть вот это ее номер и цена ее порядка 4000 рублей ну в принципе при внешне косметическом хорошем состоянии ручки ну менять ее на новую конечно жалко но новая всегда лучше чем бэушная я согласен с этим но иногда бывает обидно из-за какой-то маленькой пружинки менять целую запчасть и поэтому мы изготовили пружины вот так выглядит новая пружина нашего производства и мы ее сейчас установим таким образом починим ручку вставляем ручку в пазы переводим белый фиксатор вот в это положение и теперь наша задача правильно заправить кнопку все после этого ручка будет считаться собранной вот смотрите я собрал двумя щелчками и теперь видите кнопочка работает теперь нам предстоит установить ручку обратно на автомобиль вы в принципе можете самостоятельно приобрести у нас эту пружинку и поменять ее в принципе не сложно как вы смогли в этом убедиться устанавливаем панель обратно до щелчка ручку до конца и теперь наш белый фиксатор который я показывал необходимо повернуть на 45 градусов против часовой стрелки все теперь ручка установлена и нам необходимо и остается только проверить работоспособность не нажимая ни педаль тормоза ни какой-либо фиксатор я перевожу ручку из драйва в нейтраль и дальше этого сделать не могу то есть на ходу ни при каких обстоятельствах ни реверс ни паркинг включить не могу до тех пор пока я не нажму на кнопку фиксатора которая теперь работает исправно казалось бы такая мелочь всего-навсего пружинка но из-за этого приходится менять достаточно дорогостоящую ну относительно дорогостоящую деталь как ручку в сборе мы изготовили пружинку и с радостью поможем вам если у вас вдруг неисправна ручка переключения передач удачи вам субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok